Поприветствуйте Друзья, мы назвали месяц семьи в нашей церкви, поэтому 4 воскресенья будут звучать проповеди о семье, и в конце месяца приедет к нам епископ со своей супругой, и будет хорошая конференция в пятницу, это, по-моему, 27 число, ну, будет объявление, будет конференция для семейных пар, только для семейных пар. А в субботу с 11 до вечера будет предход в абсолютном съемке, вы сможете прийти и слушать о семье. И прежде чем начну говорить дальше, хотел бы сегодня поздравить Тамару Петровну, которая прямо сегодня день рождения. Тамара Петровна, мы вас поздравляем. Да, давайте. Так не всегда бывает, что во время, прям во время служения у кого-то в этот день, когда служение у кого-то в день рождения, поэтому мы поздравляем. Узнали вовремя, слава Богу. Друзья мои, я сегодня буду делиться о семье ночной, эту очереду проповедей. Сразу хочу предупредить, что, может быть, я не совсем прилежный семьянин. Хочу сказать, что моя Марина, она лучшая жена, чем я муж. Это сто процентов. Я не совершенный, не идеальный муж. У меня не так много детей. У меня всего лишь один ребенок. Но, слава Богу, за Библию, что она дает возможность оправдываться. И я всегда говорю, у меня единородный, как и у Господа сын. Поэтому я все как Бог в этом плане. Так что меня не запозорят, что у вас пятеро детей. Это здорово, конечно. Но у меня, как у Господа, один единственный. Вот. Правда, я им не хочу жертвовать. Но, слава Богу, за это. И некоторые говорят, проповедники, мы слышим такие заявления, что я никогда ничего не проповедую, пока сам не пережил, пока все об этом не было. Это классно, это здорово. Я им завидую, что они все пережили. Когда проповедуют о гомосексуализме, о лезвиянстве. Но я хочу с вами делиться не опытом своим. Это здорово, когда люди делятся опытом своим. Я хочу с вами делиться откровением Божьим, которое Бог дает пасту, дает священнослужителям. И я хотел бы даже своим опытом это откровение не испортить. Потому что вера, она от Слова, от слышания Слова Божьего. И пусть сегодня Бог говорит к вам, не мой опыт о семье, не мои переживания, может быть, о семье. Пусть сам Господь Духом Святым сегодня говорит к вам. Опытом делиться здорово. Классно, у кого есть опыт. Это подкрепляет, может быть. Но есть еще и откровение Божие, которое выше опыта. И вот им сегодня я хочу и делиться. Я вижу Павла, который не имел детей, но он говорил о том, как воспитывать детей. Я вижу Павла, который, может быть, не имел жены. Многие спорят об этом, имел или не имел. Но он говорил о том, как женам нужно быть послушными. Он говорил, как муж, я должны любить своих жен. Он говорил об этих вещах, не стесняясь, проповедуя это. Не через свой опыт, а именно получая откровение от Господа. И сегодня, когда я буду говорить, примите, как от Господа, не как от меня. Я еще раз говорю, я не идеален в своей семье. У нас так же, как и у вас у всех. Когда мы собираемся в церковь, я не знаю, что мне надеть. Как большинство мужчин. Я не знаю, где лежит порой. Как большинство мужчин. Моя жена, когда я встаю с утра, она уже не сидит в машине на парковке, прогревая машину и читая Библию. Она одевается, когда я еще стою в дверях. Уже стою в дверях. И я ей говорю о том, что у нас уже время давно прошло. У нас так же, как и у всех, есть свои проблемы, свои переживания, свои радости, свои успехи. Все так же. Но есть Слово Божие, которое является для нас ориентированным, которое является для нас складезь. И мы сегодня будем проповедовать из него. Знаете, сегодня в мире складывается не очень хорошая ситуация в отношении семей. Мало того, что институту семьи не уделяется должного внимания, так и само понятие семьи как бы извратили. Сегодня уже семья – это не только муж и жена, или мужчина и женщина, но так же сегодня можем видеть семью с одинаковым полом, или еще какую-то. То есть, извратили само понимание семьи. И сегодня статистика показывает, что процент развода перевалил давно уже за 60. Это каждая шестая пара из десяти, которые создали семьи, они приходят к тому, что они разводятся. И я понял, анализируя эту проблему, то, что, во-первых, у нас неправильное представление о семье. Многие представляют, что семья – это место, где будут восполняться их потребности. И поэтому сегодня молодые люди, они не могут создать семьи, потому что они не могут найти того человека, который полностью восполнит их потребности. Они ищут этих людей, и они не соответствуют. Он смотрит, что вот этот человек, он недостаточно зарабатывает денег, а я нуждаюсь в финансах, мне надо путешествовать. Сегодня мужчины уже так смотрят на женщин, к сожалению. Путешествовать надо, а он недостаточно зарабатывает финансы, или она недостаточно. зарабатывает финансы, поэтому, скорее всего, он не будет моей парой. Или еще что-то, невысокий, ненизкий, недолстый, неполный, недобрый, ну, еще какие-то критерии, качества, которые не соответствуют вашим запросам и вашим требованиям. Но я однажды услышал такую версию от одного проповедника, и я с ним согласен полностью. Если взять двух людей, которые истинно любят Иисуса, и живут по христианским ценностям, и создать, мужчину и женщину, и создать из них семью, то это будет счастливая семья. Даже если они не видели друг друга. Вначале это возмущает, но потом, когда ты начинаешь задумываться, ты говоришь, а ведь оно так и есть, потому что христианство нас учит этому. Но сегодня извращается назначение семьи, понятие семьи, наше понимание семьи извращается, когда мы приходим в семью, мы приходим с определенными запросами, и мы видим, что наш супруг или наша супруга, они не восполняют эти запросы. Мы начинаем требовать от них в исполнении этих запросов. Начинаем злиться и приходим к разводу. Сегодня большинство семей в мире, и в том числе уже в церкви, приходят к разводу. Сегодня развод уже не запрещено в церкви. Сегодня даже пастора разводятся и продолжают служить. Мы видим это повсеместно. Создают другие семьи. И это уже не критерий. Сегодня просто, если раньше церковь могла похвастаться, тем, что у нас не было разводов, то сегодня нет. Сегодня мы говорим об этом. Сегодня люди приходят к пастору и говорят, я не могу дальше с ним жить. Извините, мы разводимся. В нашей церкви были разводы. Сегодня это трагедия, друзья мои. Развод это всегда трагедия. Это трагедия не только для тех, кто разводится, но она также втягивает в это во все родственников разводившихся. А больше всего страдают дети. Психологи, которые изучали проблему разводов, они говорят, что дети, когда родители разводятся, берут вину на себя. Они думают, что они виноваты в том, что их родители развелись. Что-то они сделали не так. Может быть, недостаточно любили папу, маму. Они не понимают, и они живут с этим чувством вины. Это трагедия, друзья мои. Развод это трагедия. Почему же так получается, что человеку проще быть одному, если мы видим, что план Бога заключается в том, чтобы мы были двое? Посмотрите, как Бог создавал человека. Он сразу при создании человека сказал такие слова. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Некоторые думают, что нехорошо быть человеку одному, это когда у нас есть друзья, подруги. Но здесь мы понимаем, что Бог сотворяет помощника в лице женщины. Мужчины, они созданы из глины, из праха, как мы говорим, земного. А женщины созданы из нас. И поэтому женщина, она подобие мужчины. Если я сегодня, как муж, смотрю на свою жену, и меня что-то в ней не устраивает, то я должен понимать, что это подобие мое, что это отражение мое, что я вложил, то я и получаю. И сегодня, если вы, мужчина, нервничаете, что ваша жена не соответствует вам, тогда сначала вы начните соответствовать. Потому что Бог так сделал. Он сделал ее немощным сосудом. А в сосуд, сосуд, он всегда что-то хранит. Его всегда надо чем-то наполнить. И если ты не положил в этот сосуд ничего, мужчина, вам подсказка, то ты оттуда и возьмешь ничего. Все очень просто. Аллилуйя. Я понимаю, что прежде всего, почему человек стремится к одиночеству, причиной является неправильное представление семьи. Как я уже и сказал выше, мы неправильно понимаем семью. Мы семью рассматриваем местом, где будут восполняться наши потребности. Когда я консультирую семейные пары, вернее, людей, которые хотят создать семью, я им задаю вопрос такой. А для чего вы создаете семью? И я всегда слышу ответы, которые говорят об их потребностях. То есть человек, женщина говорит, хочу рожать детей, хочу там, чтобы меня кто-то любил, чтобы обо мне заботились. То есть они рассказывают свои потребности. И вот такое представление о семье, оно приводит к тому, что люди в семье не находят в исполнении своих нужд, и они обязательно приходят к разводу. Читая книгу Екклесиаста, мы встречаем такие слова. Книга Екклесиаста, 4 глава, 9 стиха. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, нескоро порвется». Мудрый царь Соломон, он подтверждает слова Бога. Он говорит, двоим лучше, нежели одному. Он говорит, что именно замысел Бога и состоит в том, чтобы мы были вдвоем. То здесь идет речь о семье. Одному можно, конечно, можно. И даже Павел в каких-то позициях говорит, что одному лучше быть, когда ты служишь Господу, потому что будешь иметь попечение о плоти. Но Бог создал человека таким образом, что в семье ему гораздо лучше, чем одному. И мы, братья и сестры, которые имеют хорошие семьи, знаем об этом. Знаем, что двоим лучше. Но если двоим лучше, то у меня возникает вопрос, почему тогда люди, создав семью, часто приходят к разводу и тем самым нарушают волю Божью, тем самым нарушают план Божий по поводу человека. Как же нам сделать так, чтобы действительно в семье нам было двоим лучше, нежели одному. И вот из этих слов, которые мы прочитали, я увидел, что мы должны с вами понять, во-первых, что в семье есть доброе вознаграждение нашему труду. Можно видеть всегда отрицательное или восполнение, или невосполнение своих нужд. Но мы должны понимать, прежде всего, что в семье есть доброе вознаграждение. И сегодня проповедь так и называется – «Вознаграждение в семье». Есть доброе вознаграждение нашему труду. Во-первых, нам надо понять, что в семье есть место, или семья есть место, где мы учимся любить, друзья мои. Она подобна церкви. Бог создал семью по подобию церкви, или наоборот, церковь создал по подобию семьи, потому что семья была раньше. И вот семья – это прообраз наших отношений с Богом, друзья мои. Где мы достигаем любви, где мы возрастаем в любви. Ибо Писание нам говорит, первое послание Иоанна 4,8, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Если в нас нет любви Божьей, если мы не возрастаем в этой любви Божьей, то мы не можем сказать, что мы знаем Бога. Мы тогда не знаем Бога. Мы можем теоретически говорить, или представлять, или начитаться в Писании, каков есть Бог. Но если мы не будем иметь этой любви, то мы тогда не знаем Бога. Мы тогда не с Богом. Мы тогда Бога пытаемся поставить себе на служение, как многие делают это сегодня. Мы в бизнес, в семью, или еще где-то приглашаем Бога для того, чтобы Он восполнял наши нужды, или хранил то, что мы уже достигли. Нам Бог так нужен сегодня. Но Писание говорит, если в тебе нет любви, то ты не познал Бога. Друзья мои, мы все хотим, чтобы нас любили. Кто хочет, чтобы его любили? Да. Абсолютно все хотят чувствовать любовь. Мы хотим получать эту любовь. Мы хотим получать эту любовь от Бога прежде всего. Мы хотим получать эту любовь от наших супругов. Мы хотим получать эту любовь от наших детей, от наших родителей. И когда нам не дают этой любви, мы расстраиваемся, мы огорчаемся, мы чувствуем себя плохо. но в боге друзья гораздо больше имеет значение не то что ты получаешь любовь то что ты отдаешь любовь и быть не через то мы познаем бога что получаем любовь от него или от наших близких а через то что мы отдаем эту любовь своим близким мы отдаем эту любовь богу мы отражаем эту любовь конечно мы не можем ее генерировать но мы получая любовь от бога должны отдавать другим людям они быть эгоистами и ждать этой любви нигде в писании вы не найдете обещание что вас будут любить и где только господь обещает но люди не обязаны вас любить но везде вы увидите в писании что бог заповедует нам прежде всего возлюбить господа друзья мои заповедях не сказано бог обязуется любить тебя в заповедях сказано прежде всего возлюби господа потом сказано ближнего своего то есть библия заповедует нам возрастать любви всегда проще любить тех кто на далеком расстоянии знаете как мы мужчины любим тещу когда она далеко от нас живет и чем дальше расстояние тем любовь сильнее но очень трудно любить людей которые рядом с тобой которых ты видишь каждый день хорошо любить брата сестру которую ты видишь всегда нарядными всегда в топе веселым красивым но когда ты с утра просыпаешься а твой супруг в неглиже или твоя супруга не успела еще себя привести в порядок у нее отдельно лежат ресницы ну и так далее весь этот арсенал женщины чтобы поражать мужчину она не успела еще его приклеить нацепить на себя ты видишь что на тебя поражает с утра совсем другим ты не видишь ее утянуты в порядок она сняла корсет и ты понимаешь что талия это то место которое ты сам себе определил просто любить людей наристое на расстоянии я помню мы однажды с супругой поехали в египет мы постоянно работали домой приходили поздно вечером уходили рано утром говорили утром до свидания утром вечером здравствуй и вот так жизнь протекала и тут выпала возможность поехать на неделю или на две я не помню дней на 10 на мы поехали в египет семьей сына взяли приехали на второй день я понимаю что путевку я взял очень длинную надо было ну где-то дня на полтора на два на три максимум я что-то погорячился на 10 я понимаю что на третий день уже ну как-то уже не в нем не в моготу стала ругаемся 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 и ругаемся и думаю что случилось вообще что это такое я пошел молиться я молюсь господь говорю образуем мою жену что это такое что сына тоже образуем администрацию отеля всех образуем а бог пришел и говорить это время учиться любить когда ты 24 часа вместе когда нет работы нет разбавляющих факторов и я понял что я несовершенны не жена я несовершенный я не могу любить я не могу терпеть у меня всегда свое мнение впереди туда пойдем тогда пойдем и я не могу его смирять она пускай собой занимается а я понял что вам не проблемы я же не могу смиряться я же не могу терпеть трудно любить людей которые рядом с тобой очень трудно друзья мои легче получать любовь стала тебе дифирамбы стал с утра тебе уже завтрак на столе жена приготовила даже еще не встала она уже все приготовила все как хочешь голова у твоей жены не болит никогда по вечерам стирает просто всегда готовит всегда еще при этом молчит когда ты делаешь что-то не то представляешь я сейчас перечислил стиральную машину утюг и собаку овчарку который молчит и делает все что ты хочешь вы можете себе мужчина завести такой арсенал и жены не нужны будут нужно будет говорить тебе что-то не всегда будет стирать не всегда будет готовить все ничего это для мужчин у меня проповедь я к 8 марта хотел позже поздравить а что-то так выходит что для мужчин сегодня проповедь жены сидят и говорят классно вообще давай пастор пастор давай жги да да слава богу а когда знаешь мечтаешь мечтах своих грезах тогда тебе просто любить кого-то представил себе кого-то и любишь его когда не соприкасаешься он идеальный в твоих мечтах или она идеально в твоих мечтах но когда начинаешь вместе жить ты видишь ты несовершенен и мы мужчина всегда больше нервничаем потому что мы несовершенны знаете женщина сейчас секрет открою но за презент вы сегодня лайки поставить и попробуйте и напишите что знаете когда мужчина виноват а он часто виноват или он всегда виноват он хочет сделать виновной свою жену это мы мстим так заедемский сад понимаете виноваты сами но из-за того что нам трудно признаться горды мы мужчины мы должны быть подобием бога и мы подобием бога становимся гордостью своей неправильно это неправильно и когда мы делаем что-то неправильное мы чувствуем свою уязвимость и нам хочется побыстрее избавиться от нее и мы избавляемся следующим образом мы обвиняем того кто рядом с нами а как всегда под рукой оказывается жена если мужчина рядом мы друг друга обвинил если жена рядом мы жену обвинил пастор пастор нам не важно нам главное себя груз вины снять слава богу что бог нам должен есть кого обвинять второе друзья семье мы учимся быть надежными помощниками слово говорит ибо если упадет один то другой поднимет товарища своего при этом оба суд супруга должны помогать помогать друг другу они должны стать товарищами и друзьями если ты не станешь своему супругу или своей супруге товарищем и другом ты не сможешь ему помогать потому что для того чтобы мы были способны поднять кого-то нам надо прежде всего увидеть что он упал мы часто не замечаем падение наших супругов потому что когда он находится в падении в немощи нам кажется что он делает что-то специально против нас и мы еще больше обижаемся он немощен он не может это как слепому говорить почему ты не можешь читать и обижаться на него но тут же так просто прочитай или храмово почему ты не можешь бегать или ходить и вот супруг когда находится в падении он упал потому что сатана не дремлет его плоть сильнее стала его духа он рухнул мы в этот момент видим что он не делает того что должен делать и мы еще больше начинаем злиться мы не замечаем этого момента падение и потому что мы ним и мы не можем в этой обиде в этом страдании почему он так делает или она так делает поднять его потому что мы сами начинаем падать нам обидно становится как ты мог как ты могла да я упал я немощный я человек я не идеальный плоть моя взяла веру сатана не дремал и я рухнул и мне нужна рука твоя а не обвинение мне нужно утешение а не суд а мы не можем этого дать потому что нам больно как это ты упал ты должен стоять всегда ты должен всегда меня защищать или ты должна всегда меня хвалить а ты не могла этого сделать как это упал и вместо того чтобы поднять мы добиваем друг друга упреками мы добиваем друг друга обвинениями мы добиваем друг друга осуждение мне не это сейчас нужно мне нужна твоя помощь а я не могу тебе ее дать потому что мы так и не стали друзьями мы так и не стали товарищами тут сказано друг подаст руку товарищ а мы не научились и из-за себелюбия мы не всегда правильно оцениваем ситуацию послушайте многие создают семью изначально имея неправильные мотивы думаю что они приобретут место где будут восполняться их потребности я об этом говорил и когда они не видят в исполнении своих потребностей они начинают от супругов требовать этих восполнений но послушайте ни один человек не сможет восполнить ваши потребности может это сделать только господь а надеющийся на плоть он проклят будет и мы попадаем в проклятие потому что мы надеемся что наш супруг или наша супруга они восполнят наши потребности но на самом деле мы приобретаем место где будем восполнять проблемы и потребности другого человека семья это место служения где восполняются не твои потребности а где ты восполняешь потребности своего мужа или жены и если мы будем жить так у нас будут крепкие семьи и тогда мы будем друзьями я вижу что она ослабела и я должен ей помочь сегодня а мне обидно а мне самому хочется идти с друзьями на футбол и чё теперь не пойду с друзьями на футбол не мужик осталось сейчас дома и не пойду с ними в баню все что подумают что скажут да пусть что хотят думаю супруга твоя нуждается в тебе сейчас там останься а я на волосы записалась а ловка в депрессии в какой-то сейчас пойду покрашусь потрачу все его деньги сразу развеселиться то не работает так отложи ради него свои волосы останься с ним рядом станцию ему эротический танец мужу можно не переживайте это у других конфессий секс грех а мы говорим что секс придумал бог и от него рождаются дети так что не стесняемся дети у нас на детском станцию соседу не надо ему надо как вирсавии нибудь во дворе не танцуй не поливайся царей не соблазняй мужу надо скажи ему пару ласковых слов скажи ты мой герой скажи ему ты мой без господин посмотришь он в окно выпрыгнет и пойдет деньги за по зарабатывать не переживай иногда так скажут что ты их герой ты понял что ты вообще не герой ты не дотягиваешь там ну а вдруг сейчас похвалю как возгордится рома шею мне залезет не будет ехать до конца жизни да не возгордится мужчина он по-другому устроен его надо авансом хвалить ему надо говорить послушайте он подобие бога мы созданы для того не только для того но созданы для того чтобы славить господа жена создана чтобы славить своего мужа некоторые думают послушайте некоторые вот это слово я славам мужу своему понимает неправильно они думают что муж вот такой вот хороший что она теперь блестит его славой Нет, слава мужа это когда ты его славишь А не когда ты из-за того, что он ходит в силе И ты теперь тоже вся сияешь и вся сильная Нет, ты слава его, ты славить его должна И сейчас я аплодисменты от мужчин сорвал Не надо стесняться Не надо его с Петькой сравнивать с подъезда соседнего Он что-нибудь не то подумает Вот тот, он своей жене машину подарил Все, ты все потеряла, все лайки потеряла Все уважение потеряла И как только мужчину с кем-нибудь сравнило, все Это все Месяц у мужчины депрессия Нельзя этого делать Женщины, жены запретите себе сравнивать своих мужей с кем-то Ни детей, ни мужей, ни с кем не сравнивайте Машины можно, утюги можно Стираем еще что-то можно Но мужчин не надо Они же все время конкурируют с детства Во дворах дерутся Представь, он в детстве гонял этого парня А ты сегодня его в пример ставишь ему Он его победил там когда-то в своих соревнованиях А сегодня раз и оказывается В твоих мыслях он на педестале почета Не делайте так никогда Нам надо становиться Друзьями И видеть падение своих супругов И вовремя подавать им руку Семья это место Где нам надо научиться Отрекаться от служения себе И начать служить другому Без этого невозможно Совершенствоваться в любви Если ты не научишься отрекаться Любовь она ведь заключается в словах Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Вот это ключевое слово отдал И характеризирует любовь Не написано, что Бог так возлюбил мир, что взял Или принял Или потребовал Любовь она всегда отдал Я отдал Тогда люблю Я пожертвовал Тогда люблю А не потребовал Взял Это не любовь Это эгоизм Третье Семья это место, где мы должны согревать друг друга Своим теплом Писание говорит Если лежат двое То тепло им А одному как согреться Эти слова, конечно, очевидно Они касаются Супругов, когда они лежат в одной постели Кто Не пережил этого Тот не знает, о чем идет речь Не надо пробовать с другими Но когда ты действительно В постели со своим супругом Супругой Ты чувствуешь их тепло Это согревающих Но больше всего здесь Аллегорически еще идет речь О том, что мы должны Душевно согревать друг друга Мы всегда приходим в свою семью После соприкосновения с этим холодным миром Мы ходим в этом мире Видим нечестие Которое увеличивается сегодня Мы соприкасаемся с разного рода людьми Особенно если мы работаем где-то В месте, где не все верующие Хорошо в церкви работать, когда все верующие Но когда мы выходим в этот мир Мы слышим и матершину Мы видим недобрые отношения друг к другу Мы видим, как люди кидают друг друга Обманывают друг друга И мы соприкасаемся постоянно с этим И наших духовных и душевных сил Не всегда хватает Мы их растрачиваем Знаете, я когда попадаю в место, где звучит матершина У меня такое ощущение, что меня палками избили Вот бежать хочется Вот так этот мат действует на тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok